Привет, мои растущие друзья! Меня зовут Вадим Дмитриев. Спасибо, что смотрите канал Я Расту. Вы слышали когда-нибудь про Анатолия Палько? Думаю, большинство из нас о нем не знает, а оставшееся меньшинство знает очень мало. Между тем, с очень большой вероятностью, вы слышали про его методику. Многие по ней занимались и росли. В начале нулевых произошла странная штука. Внезапно методика Анатолия Степановича Палько стала методикой Александра Игоревича Берга. Вот о ней вы, наверное, знаете. Но если вы поищите в интернете, кто такой этот Берг, то ничего не найдете, кроме статей блогеров, которые, в общем-то, ни на чем не основаны. На самом деле, кто-то взял метод Палько, придумал имя Берга и продавал методику Берга. Потом ее вслили в интернет и покатилось. Про Палько информации тоже мало. Как раз это и сделало, возможно, всю вот эту вот подмену. Но кое-что я все-таки нашел. В этом видео расскажу про самого автора, то, что я узнал из медийных источников и от людей, которые лично были знакомы с Анатолием Палько. И во второй части видео сделаю обзор методики Палько. Методики, опубликованные в журнале «Легкая атлетика». Она более полная, чем то, что мы знаем, как методика Берга. И поэтому, надеюсь, отвечу на большинство вопросов про нее. Давайте начнем видео с биографии автора. Анатолий Степанович Палько родился 30 апреля 1933 года в городе Одесса. Детство и юность он провел в Украине, учился в Харькове, получил специальность врача-ортопеда, после чего перебрался в Москву. Вероятно, это было 70-е годы, точно я, к сожалению, не знаю. Он женат, у него двое детей, двое сыновей. В Москве Палько работал в Центре травматологии и ортопедии имени Приорова. Занимался восстановлением реабилитации спортсменов, балерунов, после травм коленей, связок суставов, костей и так далее. Он давал пациентам упражнения и сам эти упражнения выполнял. Где-то в начале 80-х Палько обнаружил, что сам вырос от этих упражнений примерно на 5 сантиметров. Ему уже было тогда где-то около 40 лет. То есть первоначально было 170 или 175 рост, после стал 175 либо 180, что-то типа того. И Палько решил, что он открыл метод увеличения роста. Анатолий Степанович собрал свою вот эту методику, собрал упражнения, способы восстановления, самовнушения, питания и все такое. Дальше подробнее про это все расскажу. Сделал целую систему увеличения роста в любом возрасте и начал ее продвигать в журналах, на телевидении. В 87-м году или в 86-м вышла методика в журнале «Легкая атлетика», потом в журнале «Крестьянка» в 88-м году. Были публикации в других журналах, там около 150 их было. На разные темы, не только про рост. На ТВ выступал, на НТВ, на других каналах. И таким образом методика молниеносно распространилась. Людям она нравилась. Палько заваливали письмами, хотели у него заниматься и все это вылилось в школу роста. Примерно в середине 80-х или в конце 80-х в Москве Палько открыл школу роста рядом с Курским вокзалом. После публикации в журналах случился взлет вот этой школы. На пороге стояли очереди, приезжали люди со всего Союза, занимались в него, покупали его тренажеры, которых тогда уже было несколько штук. И все бы хорошо, но спустя около года люди в некотором смысле разочаровались в этой школе. Как мне видится, проблема была в том, что Палько утверждал, будто вырасти можно в любом возрасте. И результат будет постоянным. То есть хорошо, значительно вырасти в любом возрасте. На практике это не всегда подтверждалось. Получалось, что в детском и подростковом возрасте результаты от его метода были хорошие. Например, далеко не надо ходить, его сын занимался младше и вырос до 190 сантиметров. И его старший сын при этом не занимался и остался такого же роста, как отец. И в целом дети, подростки от его методики росли хорошо. А вот у взрослых было все не так хорошо. Обычно они получали 2 сантиметра за счет растяжения позвоночника. И сразу же теряли эти 2 сантиметра, как только прекращали занятия. Некоторые получали чуть больше роста за счет того, что восстанавливали свой позвоночник. Палько был профессионалом в растяжке, в восстановлении позвоночника. И его методика уделяет много внимания, особое внимание спине и позвоночнику. И те люди, кто приходил к нему, он восстанавливал позвоночник, и они становились выше. Или, правильнее сказать, они просто возвращали свой рост до болезни. Но здоровым, взрослым людям восстанавливать нечего. Остается только выравнивать осанку, растягивать позвонки, в надежде, что они как-то сами закрепятся. К сожалению, не закреплялись. Чрезмерная нагрузка неестественна. Чрезмерно растянутый позвоночник растягивался и довольно быстро возвращался. Так получалось довольно часто со взрослыми людьми, и люди чувствовали себя обманутыми. В общем, школу закрыли, но с увеличением роста Палько не закончил. Желающих вырасти по-прежнему от его метода было много. В середине 90-х годов он работал в Международной академии красоты и здоровья, МАКИС сокращенно, под руководством Некрасова Михаила Сергеевича. Там Анатолий Палько занимался опять проблемой роста с отстающими в росте подростками по своей же этой системе. Соорудил для них кучу всяких тренажеров, которые потом вместе с Некрасовым они запатентовали. Вместе с Некрасовым они, кстати, еще выпустили книгу «Человек и гравитация», по-моему, она называется. «Рост, долголетие» и чего-то такое. Там про рост тоже, про тренажеры, долголетие, здоровье и все такое. Кстати говоря, в МАКИСе Палько уже был значительно ниже роста. То есть он вернулся до своих 170 или 175. То есть даже у самого автора этой методики во взрослом возрасте результат был нестабильный, хотя и долго держался. Школа Палько закрылась по старому адресу, но открылась в других местах, тоже в Москве. Он продолжал ей, по сути, заниматься до конца жизни, но уже не в таких больших количествах. В то время это скорее была школа, где продавались тренажеры и были демонстрации того, как заниматься. То есть люди к нему приходили, осваивали все вот эти вещи, потом покупали тренажеры, шли домой и уже занимались дома. 25 декабря 2006 года Анатолий Степанович Палько умер, прожив мало, всего 73 с половиной года. Собственно, в районе 2006 года почти сразу про Палько и забыли, и появился сказочный Берг. На этом биографию можно закончить, так как, в принципе, мне больше нечего сказать, мне больше ничего неизвестно. Лично мне Анатолий Степанович симпатичен как человек, как доктор, как просветитель, изобретатель, предприниматель. То есть, судя по словам людей, которые его знали, Михаил Гальдрир с ним работал в Макизе. Он говорил, что Палько был немногословным, целеустремленным, сосредоточенным человеком. Как доктор он отлично разбирался в позвоночнике, в физкультуре, был кандидатом медицинских наук. К нему действительно стояли очереди. Его упражнения и тренажеры были по тем временам, ну и сегодня тоже, довольно хорошими, неплохими. А если учесть, что до него этим вообще мало кто занимался, то Палько можно поставить в один ряд к отцам-основателям сферы натурального увеличения роста. Даже тот факт, что методика Берга, которая является плагиатом, эта методика больше 10 лет живет своей жизнью в интернете, до сих пор популярна и дает людям результат. И все это говорит о том, что Палько действительно сделал стоящую вещь, и за эти годы тысячи людей выросли благодаря его трудам. В том числе и я сам по ней занимался, и она мне в целом помогла, она мне действительно понравилась. На этой ноте давайте перейдем ко второй части этого видео, посвященной как раз методике Палько. Методика Палько со временем изменялась. Я здесь приведу методику образца 1987 года. Во-первых, она доступнее, там не было большого количества тренажеров, которые нужно докупать дополнительно. Во-вторых, она получила большой отклик, многие по ней успешно занимались и до сих пор занимаются. В-третьих, она переведена на английский язык и тоже известна в англоязычном интернете. Доступна на сайте naturalheightgrow.com. Майкл ее опубликовал, ссылка будет в описании, кому интересно. Соответственно, мы будем общаться с остальным миром об одной методике, что тоже важно. В 1986 году Анатолий Палько договорился с ежемесячным журналом «Легкая атлетика» выпустить 7 уроков. Они были растянуты на весь год и содержали описание специальной гимнастики для зон роста, для осанки, для координации и другие моменты. Там же были рекомендации по питанию, дыханию, массажу, всякие чертежи тренажеров и упражнения к ним. Можете в интернете найти архивы этого журнала и убедиться, что методика действительно была опубликована, она существовала. Ссылку на отдельные страницы с методикой я также прикреплю. Давайте разберем каждый урок по отдельности и заодно проведем такую экспресс-тренировку. Я буду переключаться с вот этой камеры на скринкаст, потому что здесь у меня, к сожалению, под рукой нет текста. И подробнее я уже буду рассказывать в скринкасте. Перед нами выпуск журнала «Легкая атлетика» за сентябрь 1985 года. Здесь анонсируется заочная школа роста Палько, которая будет выходить в этом журнале со следующего года. Сначала рассказывается про гормоны, стимулирует скачки роста самототерапин, гормон роста и гормоны надпочечников. Дальше автор пишет, что рост определяется не только генетикой, но и образом жизни. Каждое последующее новое поколение растет выше из-за как раз развития экономики и подъема уровня жизни. Следом история о том, что девушка в 16 лет выросла на 4 сантиметра за месяц от тренировок с Анатолием Палько. И написано, что в любом возрасте, неважно открытую зону роста или нет, любой человек может вырасти за счет исправления осанки. Это то, в чем Палько сам убедился на собственном примере и то, что он видел, наблюдая за своими учениками. После этого кратко описаны главные пункты методики и говорится, что через несколько недель от начала занятий уже будут результаты. Первое занятие и первый комплекс это общая подготовка. В нем собраны самые простые упражнения, которые разучивают в самом начале для новичков. Делаются они очень просто и занимают минут 15. Здесь открывается заочная школа роста. Сразу автор пишет, что не все люди реализуют свой потенциал роста, на то есть разные причины, болезни, травмы, никотин тоже упоминается и прочее. Вот тут Палько написал, что рост происходит не только под влиянием внутренних факторов формообразования, но и под влиянием функциональных раздражителей, благоприятно действующих на зону роста. Простыми словами это значит, что надо не только полагаться на гены, если вы хотите вырасти высоким, но и самим стимулировать зону роста функциональными раздражителями в кавычках. И дальше он пишет какие-то раздражители, плавание, массаж, тренажеры и так далее. Не следует спешить в его программе, сначала нужно подготовить тело, сделать его гибким с помощью упражнений, научиться расслаблять неработающие мышцы и напрягать работающие во время выполнения упражнений, а уже затем переходить к тренажерам. Отдельно подчеркивается, что не надо висеть на турнике с большим грузом, это не позволяет полностью расслабить мышцы. Ну и дальше, собственно, первый комплекс упражнений для увеличения объема движений в суставах и для пластичности. Мы это знаем как первый комплекс методики Берга. Здесь обычная гимнастика, которую можно выполнять утром вместо зарядки. Читайте описание упражнений и выполняйте. Я оставлю ссылку на плейлист с Андреем Дворянским, который показал на видео, как он выполняет эти упражнения. Он классно всё объяснил. Если вам недостаточно текстовой версии, то посмотрите его видео. Второй выпуск Школы Роста читатели получили через месяц. Первый месяц они делали только первый комплекс упражнений, соответственно. А во втором комплексе их ждали упражнения из-за йоги, преимущественно там были асаны. Они посложнее, но осваиваются довольно быстро, занимают около 20 минут каждая тренировка. Вторая статья в журнале вышла в феврале, через месяц. Здесь собраны упражнения на гибкость, координацию, на укрепление мышц и суставов. Нам говорят обратить внимание на осанку. Если позвоночник сильно изогнут, то это неправильно и можно потерять до 10 см роста. Нормальная осанка – это когда изгибы в пояснице и шее примерно 2,5 см. Встаньте у стенки, прислонитесь пятками, икрами, ягодицами, спиной и затылком к стене и линейкой померите расстояние от тела до стены в районе шеи и поясницы. Должно быть примерно 2,5 см и там и там. Методика Палько позволяет добиться как раз вот этих расстояний и правильной осанки. Здесь же рекомендация заниматься упражнениями через 2 часа после еды, не заниматься во время болезней и переутомлений. Второй комплекс состоит из 10 упражнений. Самые сложные из них показаны на картинках прямо в тексте. И перед вами фрагмент из видео Элли. Она записала отличную демонстрацию этих упражнений на видео. Ссылку тоже оставлю. Первое и пятое упражнения я сам заснял, так как у неё не совсем правильно показаны. Третье занятие Палько выпустил аж в мае. Первые 4 месяца читатели выполняли только первый и второй комплекс. То есть, как вы заметили, нагрузка повышается вот очень плавно. Там рассказывается про тренажёр и несимметричную гимнастику. Третье занятие начинается со спойлера. Спойлера единственного тренажёра. Делать пока его не нужно. Но чертежей здесь тоже никаких нету, никаких упражнений нет. Всё это появится значительно позже. Можно пока только увидеть на картинке, как работать на этом тренажёре. Основной объём этого выпуска занимает третий комплекс упражнений, который называется несимметричная гимнастика. Я с самого начала, ещё давно, когда сам занимался этой методикой, не мог понять, для чего делать эти бессмысленные, на первый взгляд, упражнения. Автор это объясняет так. Если вы будете заниматься на тренажёре роста, ваша осанка восстановится, рост увеличится, но ненадолго. Позвоночник быстро возвращается после тренировки до начального состояния, и осанка снова портится. Рост снова уменьшается. Это проблема. Полико считал причиной бессознательные стереотипные движения. Тело любит стереотипы, любит, когда всё привычно и знакомо. А когда в процессе занятий на тренажёрах нарушается привычный уклад, меняется положение позвоночника, телу это не нравится. И, соответственно, оно возвращает всё на место автоматически с помощью двигательных шаблонов. Несимметричная гимнастика учит тело бороться с шаблонами, мыслить креативно, чтобы в дальнейшем без проблем заменять вредные двигательные стереотипы на полезные. Ну и как бонус получите навык выполнять несколько действий одновременно. Это то, что говорит Анатолий Степанович. Не знаю, насколько это объяснение вас удовлетворило. Хотелось бы, наверное, больше услышать на эту тему именно от автора, но ничего больше здесь нет, поэтому пока так. В комплексе 12 упражнений. Из них половина относится к несимметричной гимнастике. Эти упражнения взяты из танцев, из оздоровительных программ. А другая половина скорее к растяжке относится, которую мы делали уже в первых двух комплексах. Видеодемонстрация выполнения на ваших экранах. И рядом описание упражнений и картинки. Ещё одну картинку, вы её сейчас тоже видите на экране, я нашёл в интернете и добавлю в методику. На ней изображены ещё парочка упражнений. Четвёртое занятие школы роста вышло в июне, и здесь питание. Анатолий Палько одно время в Москве выступал с лекциями о правильном питании, так что это ещё одна его любимая тема, можно сказать, коронная. В статье про питание мало конкретных цифр, чего и сколько есть. Тут больше общей рекомендации питаться разнообразно, употреблять все необходимые нутриенты и тому подобное. Нестандартные модели питания, вегетарианство, сыроедение и прочее, автор не советует использовать, при этом советует употреблять полтора килограмма сырых фруктов и овощей в день, в особенности зелени, особенно дикорастущие травы, зелень и злаки тоже, и минимум термической обработки. Как мне кажется, Анатолий Палько как раз топил за живое растительное питание, что-то типа сыроедения, потому что если съедать полтора килограмма растений в день, то это будет основа рациона, всяких гамбургеров уже меньше влезет. Но при этом делать это без фанатизма, добавлять животные продукты и делать небольшую термообработку. Обосновывал он это тем, что оно, такое питание, даёт больше энергии и содержит больше минералов и витаминов для роста. Вот здесь можете почитать, какую конкретно зелень употреблять, какие дикоросы и как собирать, и тут же он приводит ориентировочные рецепты блюд. Начиная с седьмого месяца занятий, Палько знакомит читателей с техникой специального массажа, прессационного, на игольчатых ковриках. В пятом номере, про массаж, написано, что кожа связана с органами. Воздействие иглами на определенные участки кожи способствует активации органов, которые связаны с этими участками кожи. Это ведёт к выработке гормона роста, разгоняется энергия, общее самочувствие и всё остальное. В статье речь не про иглоукалывание, когда иглы вводят в тело в необходимых точках, это делает специалист, естественно. Здесь задача в том, чтобы найти правильные участки, ладони, стопы и другие, и надавить туда пластмассовыми иглами, шипами. То есть слово прессационный, это слово пресс нажимать. Это можно, в отличие от иглоукалывания, практиковать дома. Перед началом процедуры нужно произвести несколько вещей. Во-первых, прочитать противопоказания, вот здесь они написаны, и убедиться, что вам можно заниматься. Во-вторых, помыть, разогреть и растереть участки тела, которые предстоит массажировать. В-третьих, подготовить игольчатый коврик. Если будете покупать, он называется аппликатор Лепко или Кузнецова, или просто вбейте в гугле массажный коврик. Размер тут не написан, но поскольку на нём предполагается лежать спиной, удобнее будет делать это на ковриках размером со спину упражняющегося. Здесь упражнения простые, описаны они тоже просто, в отличие от предыдущих комплексов. Всего 9 упражнений, сеанс длится до 15 минут. Читайте, выполняйте. Занятие номер 6 выпущено в ноябре. Оно самое объёмное по тексту, много описания. Здесь рассказ про техники дыхания и самовнушения, то есть аутогенная тренировка так называемая. То и другое нужно для того, чтобы настроиться на тренировку, ну и в целом более эффективно её провести. Шестая статья, первая часть про дыхание. Анатолий Степанович разделяет два вида дыхания – возбуждающее и успокаивающее. Техника каждого вида дыхания расписана у него по отдельным абзацам. Дышать требуется животом и между вдохом и выдохом делать паузу. Успокаивающее дыхание – это когда выдох длиннее вдоха, и пауза делается после выдоха. Например, первый этап начинается с вдоха 4 секунды, выдоха тоже 4 секунды и пауза 2 секунды. Потом второй цикл – 4 секунды вдох, 5 секунд выдох, пауза 2 секунды. И так период выдоха расширяется. Получается лесенка. Чем длиннее выдох, тем расслабленнее становится тело. Второй и третий этап вводят еще более глубокое расслабление. Такое дыхание следует использовать во время занятий на тренажере рост для лучшего расслабления мышц. А четвертый этап делается уже в самом конце, чтобы вернуться в норму. Возбуждающее дыхание – это когда вдох длиннее выдоха, и пауза делается после вдоха. Опять лесенка в несколько этапов и схемы выполнения. То же самое, только здесь вместо успокоения происходит разгон. Вторая часть материала касается аутогенной тренировки или самовнушения. Полько пишет, что с помощью самовнушения можно влиять на сознательные и бессознательные процессы. Например, как и при массаже, можно улучшить работу органов, которые ответственны за рост, но которые сознательно не контролируются. С помощью самовнушения можно их контролировать и улучшать. И также улучшается концентрация на цели, уверенность в себе и всё то, что позволяет заниматься ростом не один день или неделю, а много месяцев. Потому что увеличение роста по его способу – это вопрос не одного дня. Кроме того, внушения повышают эффективность тренировок. Например, тренировок на тренажёре роста. Здесь приводятся техники внушения для расслабления глубоких мышц. Эти мышцы довольно трудно расслабить в обычном положении, но для роста это важно, чтобы они были расслаблены, иначе они будут сдерживать скелет. Аутотренинг формирует навык выключать мышцы, глубокие вот эти трудно выключаемые на время занятий, и лучше расслабляться. Перед выполнением занимаем удобную позу, лёжа или сидя. И потом мысленно, медленно повторяются фразы, которые написаны вот здесь, или которые вы сами себе придумаете. Повторяйте до пяти раз каждую фразу и отслеживать ощущения. Вначале, возможно, стоит записать фразы на диктофон своим голосом, а когда вы уже научитесь выучить свой текст, уже без диктофона мысленно крутите в голове и ловите ощущения. И вдобавок к ним во время занятий четыре вот эти дополнительно. После 11 месяцев занятий в декабре 1986 года читатели журнала «Лёгкая атлетика» наконец дождались статью про тренажёры. Почему наконец? Потому что автор напоминал о ней почти в каждом выпуске. Но только спустя год подготовительного этапа, занятий гимнастикой, массажей, питанием, дыханием, самовнушения, вышла наконец вот эта статья. Анатолий Палько считал упражнения с тренажёрами уделом более продвинутых пользователей, иначе они малоэффективны. Что уготовано в заключительной части методики? В самом начале снова мысль, что висеть на турнике долго неэффективно, вредно для роста, как, впрочем, и любая другая большая нагрузка, потому что это излишне напрягает мышцы, а они должны быть расслаблены, тогда тело легче растёт в длину. Палько придумал тренажёр, который работает примерно как вис на турнике, с той разницей, что растяжение идёт вверх, и нагрузку можно плавно дозировать. На таком тренажёре предстоит заниматься. Примерный план занятий Палько приводит такой. Сначала лёгкая разминка, потом разогреть мышцы грелкой, душем или сауной, или ещё чем-то, сделать массаж вместе с самовнушением, и потом переходить к работе на тренажёре. Груз выбирается, исходя из массы тела занимающегося, начинается с 20% от массы тела занимающегося, и постепенно увеличивается до 80%. Время занятий тоже увеличивается плавно, сначала 15 минут в день, потом заканчивается это всё двумя часами и больше. Основная проблема в том, что тренажёр делается самостоятельно по чертежам. Вот здесь есть два чертежа в самой статье, и ещё два чертежа я взял из методички, выложенной Александром Куцаем. Что здесь главное понять при производстве? Что есть кронштейн, есть штанга, за которую вы будете браться руками. В школе роста, кстати, Палько ещё использовал и петлю глиссона на таком тренажёре. То есть можно было шею цеплять, а не только руками хвататься. Также понадобится трос, зажимы к нему и два блока с дисками. Вот это всё надо собрать, чтобы получился тренажёр, как на картинке примерно. Но сделать его можно разными способами. Вот как сделал отец Александра. Как видите, тут небольшие изменения схемы есть, но какая разница, ведь работает он так же, как и должен работать. Если сами не можете сделать, то закажите изготовление в какой-нибудь мастерской. Покажите чертежи, покажите пример на видео, скажите, что это тренажёр для вытяжения позвоночника, и скорее всего он вам сделает. Демонстрацию занятий на тренажёре сделал Александр Куцай. Если вам что-то неясно по тексту, посмотрите его видео. Ссылку я оставлю тоже. И также я оставлю ссылку на отрывок книги «Рост и гравитация» Анатолия Палько, где про тренажёр написано чуть подробнее. Бонусом автор ответил на вопросы занимающихся. Его ответы были опубликованы в этом же журнале в феврале 1987 года. В бонусном выпуске собраны самые популярные вопросы читателей и ответы на них автора. Тут написано, что тренировки роста будут занимать до 4 часов в день, и чуть дальше ещё написано, что заниматься надо 6 раз в неделю, поэтому если заниматься ещё каким-то спортом параллельно с методикой Палько, то возможно переутомление, и надо это контролировать, не допускать. Заниматься одновременно можно другим видом спорта. Единственное, что Палько рекомендует – замерять рост после каждой нагрузки, регулярно это делать, смотреть, что и как влияет на рост. И если ваш спорт тормозит рост, то результат от методики тоже будет замедляться. Если вас это не устраивает, то нужно что-то менять. Следующий вопрос про время занятий, когда заниматься, утром или вечером. Ответ – неважно. Главное – выполнять программу полностью и делать это с удовольствием, потому что иначе долго не получится делать. Осваивать методику можно сразу всю, но в том порядке, в котором она дана. Как простые, так и сложные для вас вещи важно постепенно освоить и никакой компонент не упускать. Дальше спрашивают про увеличение роста во взрослом возрасте. Всё возможно, но гарантий нет. Здесь совет ещё есть – вести дневник самосовершенствования, куда ежедневно записывать успехи, неудачи, рацион, самочувствие и замеры рост, чтобы найти для себя собственные идеальные условия. И всё оставшееся тоже можете почитать на этой странице. Методика на этом заканчивается. Больше информации, если вам она нужна, вы можете найти в его книгах «Выбираем здоровье и рост и гравитация». Там кое-что повторяется, то, что мы видели, но много другой важной информации для роста, например, про сон, закаливание, плавание и всё в этом роде, там вы найдёте. Собственно, на этом обзор закончен. Оставлю вас для самостоятельного дальнейшего изучения. Конечно, методика не такая простая. Мне вспомнились сразу слова Рустама Ахметова, что заниматься нужно 24 часа в сутки. Есть примерно та же история. То есть каждый день по 3-4 часа, по 6 дней в неделю, то есть 20 часов в неделю, пусть даже несложных действий придётся выполнять, придётся уложить 20 часов времени. Я, в принципе, знаю людей, которые занимаются и дольше, и усерднее. Знаю тех, кто занимается меньше, только часть выполняет этой методики. И те, и другие имеют результаты. В конечном счёте надо смотреть на практике, что конкретно и как будет работать именно для вас. На этом сегодня всё. Если у вас есть что дополнить, рассказать о методике, об авторе, поделиться результатами, или, может, вы занимались в Школе Роста в Москве, лично знали Палько и хотите внести ясность, жду вас в комментариях, пожалуйста, участвуйте. Спасибо, что были со мной сегодня. Анатолий Палько подарил перспективную, классную методику, и было интересно в ней разобраться, поизучать вместе с вами. Желаю успехов в занятиях, хорошего лета. Меня зовут Вадим Дмитриев. До встречи на Ярастум. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова